Доброе утро! С вами Ксения Степанова, дорогие наши миллионеры! И не думайте, что я обращаюсь только к узкому кругу наших зрителей. Нет, я обращаюсь к 98% пермяков. Потому что если у вас есть пусть даже самая маленькая 30-метровая жилплощадь, это значит, что вы миллионер. Нет квартиры, но есть дачный домик, так и он сегодня стоит под миллион. Другое дело, что быстро нам это все не продать, а потому мы привязаны к месту и только в наших силах сделать его привлекательным. Вот что для этого делают люди, которые обязаны сделать комфортной нашу среду обитания. Вот так мы и обитаем. ЕГЭ идет, ЕГЭ – дорогу. Следить за процессом можно онлайн, а можно смотреть наши сюжеты. Нам есть кем гордиться персонально. Руки вверх, ноги на ширине плеч. Где заняться спортом с ребенком в Перми? Расскажем. Гром гремит, земля трясется. Новый блокбастер в рубрике «Идем в кино». Осень. Традиционное время приятных трат. Все давно уже знают, что кроме купальников на распродажах, осенью дешевеет даже загородная недвижимость. Дачный сезон проходит. Вот еще интересная статистика. За сентябрь, октябрь, ноябрь большинство интернет-магазинов делают полугодовой оборот. Но сейчас лето почти. А еще, говорят, нестабильность в экономике. Вот вы планируете крупные покупки на лето? Вот что люди говорят. Партнер рубрики «Люди говорят» – торговая марка «Сильванолин». Антисептик для защиты древесины от завода-производителя из Словении. Да нет, не планируем. Я уже все купила в том году, я в этом не буду ничего покупать. Ну, машину хотели взять. Какую? Да не знаю, либо Фотсваген, либо Хондай. Нет, не планируем. Отдыхать едем. Как бы все у нас на отпуск все намечено. Поэтому пока никаких крупных покупок. Ну, пока еще, наверное, не думал об этом. Потому что еще нужно маленько заработать, отучиться, закончить сессию. Потом уже можно посмотреть. Нет, ничего не планируем. Почему? Мы просто не планируем. Нет, не планируем. Почему? Ну, потому что уменьшилась финансы. Тем тоже не покупала. Потому что ничего не нужно было. А так покупала автомобиль позади. Вот квартира. Квартира – большая покупка. Квартиры, конечно, тоже бывают разные. Но цены им? На помощь тем, кто хочет счастье строить в индивидуальных, собственных, уютных квадратных метрах, или был обманут на полдороги, уже 10 лет приходит Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию. К юбилею и подарки. А в этом случае дополнительная финансовая поддержка на решение больших задач. Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования празднует 10-летний юбилей. Об итогах работы по выдаче ипотеки, помощи обманутым дольщикам, достраивании проблемных объектов на пресс-конференции рассказали ведущие специалисты агентства. При непосредственном участии по ИЖК в Крае удалось реализовать ряд программ, направленных на повышение доступности жилья. Крышу над головой получили многие сотни прикамских семей. Выданы ипотечные займы на приобретение более 200 тысяч квадратных метров жилья. Отдельно при непосредственном участии властей Пермского края агентство решало проблемы недостроенных многие годы домов и обманутых дольщиков. Из списка проблемных жилых строений только за последнее время удалось исключить 14 объектов. Заселились в квартиры или получили денежную компенсацию более 800 дольщиков. Мы благодарны, в первую очередь, Виктору Федоровичу Басаргину, губернатору Пермского края, за первое понимание, за то, что он поддерживает наши инициативы, за то, что в уставный фонд по ИЖК было передано 1 миллиард рублей денег на решение этих проблем. Это, конечно, существенные ресурсы, которые позволяют сегодня решать эти проблемы. Также Дмитрий Малютин отметил, что вторая очередь дома на Ушакова, 21, должна быть достроена к апрелю следующего года. Строительство идет по графику, так что дольщикам не стоит беспокоиться. Поддержка материнства и детства. Мне, как молодой маме, кажется, что это очень сухая формулировка. Мне и многим другим было бы понятнее, если бы в законах и актах так и писали «вклад в детские улыбки» или «средства, выделенные на удовлетворение мамочкиных капризов». И если уж казенным языком, так поддержка многодетных семей – это не что иное, как инвестиции в человека. А что может быть важнее, чем желание, чтобы все мы были лучше? Лилия Корсак – многодетная мама. Малыши настолько активны, что уследить за каждым непросто. Маленький Захар вообще пример гиперактивного ребенка. Не сидит на месте ни секунды. Хорошо, что в просторной квартире деткам есть где развернуться. Скоро места здесь будет еще больше. Семейство затеяло большую стройку. Скоро у них будет свой дом. В этом им помогли средства регионального материнского капитала. Сумма – это 10 тысяч. Очень будет ратовать. На руки, когда будут выдавать. Можно приобрести кровать сразу девочкам большую. Больше всех новый дом ждут малыши. У них на него большие планы. Большой, просторный, чтобы было где играть. Меры поддержки многодетных семей становятся более адресными. Именно прошлой недели депутаты законодательного собрания поддержали инициативу губернатора Виктора Басаргина и выплате нуждающимся семьям по 10 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала, действия которого продлили до 2018 года. В этом году сумма выплат из регионального бюджета составила 123 тысячи в сумме с федеральной поддержкой, превысив 570. Также с этого года расширился перечень направлений, по которым можно использовать деньги регионального материнского капитала. Их можно направить, к примеру, на строительство, капремонт жилья, погашение ипотеки, ряд платных медицинских и образовательных услуг или покупку автомобиля. Хочется поблагодарить губернатора, потому что тот вектор, который сейчас делается в семейной политике, он будет положительным и поможет многим семьям реализовать весь свой воспитательный, экономический и всяческий ресурсный потенциал. По целому, ряд направлений в отношении вопросов семейной политики, Пермский край является первопроходцем. Поддержка многоодетных семей – приоритетное направление работы краевых властей. Благодаря адресным мерам государственной поддержки, число многодетных семей выросло более чем на 30%. В 2011 году таких семей было 16 744, сегодня уже 21 931 семья, в которых воспитывается 72 372 ребенка. Эффективная социальная политика дает результаты. В крае удалось снизить долю детей, находящихся в социально опасном положении. На 7% долю детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сократилась очередь в детские сады. За 2012-2014 годы было создано почти 18 тысяч дополнительных мест. Число частных дошкольных учреждений выросло в полтора раза. В этом году краевые власти ставят задачу ликвидировать очередность полностью. Руслан Пепеляев, Денис Пальчиков, Дмитрий Маклынин, телекомпания «Ветта». С 25 мая и до конца июня ведется сдача единого государственного экзамена по множеству различных школьных дисциплин. В этом году система контроля сдачи экзаменов стала жестче. С каждым годом школьники и их родители придают все большее значение качественной подготовке к экзаменам. И теперь данные с результатами ЕГЭ можно отправлять сразу в пять вузов. Возможностей умотаться. Это я цитирую, вообще-то это не мои слова. Вы же понимаете. Ни пуха, ни пират, чё тут! Сегодня все хорошие приметы работают. Здесь каждый второй надел счастливую рубашку или захватил с собой какой-нибудь талисман на удачу. Но прежде всего ребята верят в себя и свои знания. Всё-таки не зря готовились столько лет. Девиз экзаменационной кампании в этом году ЕГЭ – выбор будущего. Ребята это понимают и немного волнуются. Мне важно набрать высокие баллы, потому что от этого всё-таки как-то жизнь зависит дальнейшая. Я очень волнуюсь. Я не знаю, просто я волнуюсь. У меня паника сейчас начнётся. Как тебя зовут? Аня. Аня, удачи тебе! Не паникуй, Аня! Всё будет нормально, ты сдашь! 100%! Тут же опять же воля случая, как вариант попадётся, потому что может попасться в вариант, где ты знаешь все вопросы, а может попасться там, где ты разбираешься не очень. В этом году ребят ждало множество нововведений. Они уже написали итоговое сочинение по литературе, которое будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Участвовали в пробном тестировании. Определились с математикой. Одни предпочли базовый уровень, другие – профильный. Счастливчики впервые оценили свои силы на апробации устной части экзамена по иностранному языку. Особенность ЕГЭ-2015 у школьников стала больше возможностей для выбора. Но и ответственность за принятые решения повысилась. Двойки – это так называемое – не набрал минимального количества баллов. То есть у нас ЕГЭ не оценивается в пятипальной шкале, он не переводится. То есть по каждому предмету образовательному есть минимальный порог, утвержденный Росубернадзором, он утверждается ежегодно. Пересдать можно только один из обязательных предметов. Всего в Пермском крае ЕГЭ сдают 12 тысяч школьников. Официально основная волна ЕГЭ началась с 25 мая. Но для большинства русский язык стал первым выпускным экзаменом. Пермские школьники, как правило, успешно сдают русский язык. В прошлом году по этому предмету было особенно много стобальников. Надеемся, что и сейчас ребята не подведут. В любом случае баллы будут заработаны честно. Как нам сообщили, экзамен прошел без нарушений. Анастасия Петухова, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Знаменитое выражение Ринаты Литвиновой «Как страшно жить» иногда хочется повторять и повторять серьезно. На самом деле это страшно, когда кто-то распоряжается чужой жизнью. Говорить об этом неприятно всегда, а молчать попросту страшно. Слово «убийство» слишком часто стало появляться и в газетах, и с экранов телевизора. Ирину искали всем городом. Родственники, друзья, просто неравнодушные граждане до последнего надеялись на счастливый исход. Следователи отрабатывали самые разные версии, вплоть до убийства, которое в итоге и стало основной. Молодой человек, бывший парень пропавший, пригласил Ирину к себе домой. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений парень убил девушку. Затем, спрятав тело в сумку, вынес и погрузил в автомобиль БМВ. Как выяснили следователи, убийца вывез тело в Ильинский район и закопал в лесном массиве, аккуратно замаскировав место ветками. Подозреваемый сам показал место захоронения нашими следователями-криминалистами. Тело девушки было извлечено из земли и сейчас направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому. Меры пресечения в виде заключения под стражу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательств. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи проверяли все окружение пропавшей девушки. В том числе проверке подвергся и бывший сожитель потерпевшей. В отношении него было проведено психофизиологическое исследование, так называемый допрос с применением полиграфа. По результатам которого выяснилось, что молодой человек причастен к убийству Ирины. После чего парень добровольно рассказал все детали преступления. На данный момент у следователей есть сомнения во вменяемости молодого человека. Обычная практика по уголовным делам об убийствах. Для установления психического состояния обвиняемого, подозреваемого обязательно проведение судебно-психиатрической экспертизы. В данном случае это также будет сделано. Сейчас следователи составляют полную картину убийства. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Денис Пальчко, Ферослав Алакин, телекомпания «Ветта». Пермские депутаты накануне обсуждали важные темы. Создание рекреационных зон и качество содержания ремонта пермских улиц. Я все прекрасно понимаю. Всем не терпится узнать, что же решили наши народные избранники. Мы уже знаем и сейчас расскажем. В Перми временной комиссии по содержанию дорог и благоустройству города представили проект по созданию сети рекреационных зон. В планах построить 9 различных комплексов по всему городу. Из городского бюджета на эти цели планируется выделить около 14 миллионов. Уже в сентябре две зоны отдыха появятся на территории Черняевского леса. Появление остальных было запланировано на 2017 год. Однако, посовещавшись сразу же на месте, комиссия предложила изменить сроки сдачи. Думаю, мне огромные деньги здесь на это нужно. Я думаю, что и администрация на это тоже пойдет, потому что понимает, что то, что мы видим, вот эти островки, зона отдыха, я думаю, что для горожан это очень важно. Надо их развивать как можно быстрее, как можно больше. Это действительно работа, не связанная с какими-то там серьезной инженерной подготовкой территории, отвода тоже не нужна. То есть у нас тут рисков по срокам не возникает. То есть если есть ресурс, то мы с любовью и уважением к природе все это сделаем. Вторая тема выездного заседания – качество, содержание и ремонт пермских дорог и тротуаров. Так, в качестве примера, депутаты посетили производственную базу одного из подрядчиков города. Задача комиссии – оценить количество и качество содержащейся техники у подрядной организации. Мобильные пылесосы, которые могут… В карманах, да? Да, везде. Они могут пройти там, где большая техника точно уже не может пройти. Сейчас депутатами ведется работа по изменению условий конкурса для подрядных организаций. Говорят, что отбор станет жестче. Мы будем выезжать в другие подрядные организации, смотреть действительно наличие техники, которую они декларируют. Если то, что они декларируют, у них нет, конечно, мы будем совместно с администрацией расторгать договора, потому что они не в состоянии своими силами решить ту задачу, которую должны решать. В конце поездки члены комиссии побывали на месте строительства нового участка улицы Советской Армии, где оценили ход работы и обсудили детали строительства. По мнению депутатов, это один из самых значимых объектов для города. Андрей Голдарев, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Думать, что большому начальнику можно просто пустить пыль в глаза во время проверки, не уважать этого самого начальника. Потому что, если ему не все равно, все тайное, тщательно скрываемое, обязательно станет явным. А вот на Лукоиле в Перми президенту компании Вагиту Олег Первого показали все, как есть. И мы вам покажем, как есть. И расскажем, что будет. Нефтяник во втором поколении. Студентка пятого курса горно-нефтяного факультета Пермского политеха Катерина Мельник пошла по стопам родителей нефтяников. Где будет работать девушка, уже знает наверняка Лукоил. С первых курсов компания воспитывает в студентах тех людей, которых хочет видеть на предприятии. И это очень важно для компании, и как поддержка студентам, и как кадры ценные для компании. Катерина и десятки других студентов стали стипендиатами нефтяной компании. Одних отметили за научную деятельность, других – за успехи в спорте. Президент компании Лукоил Вагита Ликперов лично вручил 19 свидетельств стипендиатам Лукоила и 12 грантам – преподавателям ВУЗа. Это сотрудничество с Лукоилом, ну и с любыми другими, в частности, компаниями. Оно позволяет людям приходить и сразу же активно участвовать во всех процессах, которые идут на предприятии. Лукоил по существу на себя берет ту часть практической подготовки, которую мы в университете обеспечить точно не сможем в наших учебных лабораториях. Президент компании провел открытую лекцию для студентов и их преподавательского состава, в которой дал экспертную оценку развития отрасли и ответил на интересующие студентов вопросы. Для студентов Пермского политеха Лукоил – это возможность реализовать свои способности в полной мере, как на производстве, так и в науке. На сегодняшний день в Перми открыты четыре научных центра. Уже подготовлен проект еще одного научного подразделения. Президенту Лукоила Вагиту Аликперову также презентовали новые проекты. В рамках совещания обсудили планы развития компании в регионе до 2015 и последующие годы. Один из проектов – строительство новой АЗС в аэропорту Большое Савино. Станция будет построена рядом с новым терминалом в конце 2017 года. На автозаправочном комплексе будет кафе, оборудованное мониторами с онлайн-информацией о вылетах, четыре автозаправочные колонки с мультимедийными экранами и даже детская площадка. Компания Лукоил активно сотрудничает с Крывым центром в части исполнения социальных обязательств. В этом году у нас задача в конце года подписать соглашение на следующие пять лет. По социальным обязательствам – это десятки социальных объектов. Поэтому мы связываем все свои перспективы инвестиционные именно с компанией Лукоил. Так для справки скажу, что это одна треть всех объемов инвестиций в пермскую экономику. Новый вклад – это запуск второй производственной линии по переработке попутного нефтяного газа на заводе Лукоил Пермьев Терксинтез. В рамках совсем недавно реализованных крупных инвестиционных проектов на газоперерабатывающей площадке было возведено около 20 технологических объектов. Построены установки для рациональной утилизации попутного нефтяного и природного газа. Компрессорная установка с газотурбинным приводом, блок осушки и проведена масштабная реконструкция установки сероочистки. Все это будет иметь большой экологический эффект, так как новые мощности позволят направить на переработку дополнительные объемы газового сырья. А модернизированная установка сероочистки обеспечит очистку газа от сероводорода с получением в качестве конечного продукта – чистой серы. Завершаем этап реконструкции Пермского завода, потому что глубина переработки будет более 90%. То есть мы считаем, что это уже самый совершенный завод на территории Российской Федерации. И наши инвестиции перемещаются в сектор геологоразведка и добычи. Мы усиливаем наши геологоразведочные работы в Пермском крае. Мы дополнительно выделяем средства. На следующий год почти больше 40 миллиардов будет инвестировано в Укол Пермь. В завершении двухдневного рабочего визита президента компании «Лукойл» в Пермский край руководство ведущих предприятий компании региона вместе с губернатором края Виктором Басаргиным и полномочным представителем президента Российской Федерации в округе Михаилом Бабичем почтили память заслуженного нефтяника Вениамина Платоновича Сухарева. Его горельеф установлен на здании завода управления «Лукойл» Пермнефтьоргсинтез. Руслан Пепеляев, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». В городе может появиться еще одна легенда. И создадим ее мы с вами прямо сейчас. Чего гордиться иностранными производителями? Земляками надо гордиться. Любить их, холить, лелеять и выращивать. Настя Петухова приехала совершенно очарованная. Зачем искать таланты за границей? Они здесь, у нас. Пермяки совершили трудовой подвиг. Иначе и не скажешь. Сегодня в лучах майского солнца можно наконец-то сделать передышку. После бессонных ночей и работы без выходных. Главный инженер 2-го Пермского управления «Уралхиммонтаж» Денис Барабанов вспоминает, как проходила реконструкция установки по переработке и транспортировке попутного нефтяного газа. Вот эти кадры. Важный для региона проект выполнили в короткие сроки. В чем еще уникальность этой установки? Пришлось практически в территорию действующего предприятия вписывать новую установку. То есть получается строить на территории действующего завода второй такой же завод. Этот новый объект – гарантия того, что извлеченный из недра попутный нефтяной газ в максимальных объемах будет переработан. Его мощность – полтора миллиарда кубометров попутного нефтяного газа в год. Здесь продукт распределяется на сухой обензиненный газ и широкую фракцию легких углеводородов, которые являются базой для производства автомоторных масел, синтетического каучука и полимеров. Одним словом, установка уникальная. Мощность установки – 1 миллиард в год по попутному нефтяному газу и 600 миллион тонн в год по широкой фракции углеводородов. То есть очень внушительная мощность. Она переобладает попутный нефтяной газ, который, к сожалению, сжигается в некоторых регионах на факелах, чем наносит колоссальный вред окружающей среде. Благодаря этой установке он позволит получать миллиарды доходов дополнительно для компании «Лукоэл» для бюджета Российской Федерации в целом. Требования к оборудованию тоже были высокие. На установке, которая помогает сберечь ценное сырье для нефтехимии, работают компрессоры с газотурбинными двигателями. Они очень напоминают те, что можно увидеть под крылом самолета. Такие же мощные. Так что пермские промышленники вновь оказались на высоте. Анастасия Петухова, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Большие цели достигаются, а задуманное осуществляется почти всегда, только если есть хороший бэкграунд. Имею в виду, ЕГЭ сдадут хорошо почти только те, кто хорошо и много учился, а производственных успехов добьются те, кто вкладывал силы, время и деньги. На «Метафраксе» подвели итоги деятельности и рассказали о планах по дальнейшему развитию. Планы на будущее группы компании «Метафракс» действительно стратегические. Программа развития и модернизации действующих производств рассчитана до 2030 года. Ее основные вехи – передовые технологии, освоение принципиально новых перспективных химических продуктов и увеличение объемов выпускаемой продукции. Особое внимание будет уделено эффективности корпоративного управления, системы продаж и логистику. И основная наша цель и задача – производить то, что продается, а не продавать то, что производится. Актуальный вопрос деятельности компании – сбыт выпускаемой продукции. В феврале «Метафракс» приобрел крупную компанию трейдеров России. Также для усиления позиций были созданы две компании на западном рынке. Одна из них расположена в австрийском городе Кремс, другая – в шейцарской Женеве. В ближайшие пять лет группа компаний «Метафракс» планирует модернизировать производственную площадку в Губахе. Уже сейчас здесь приступают к строительству новой установки «Формалина-2» мощностью 90 тысяч тонн в год. Запустить этот агрегат планируется в августе 2016 года. Мы завершаем третью инвестиционную программу, которая охватывает период 2010-2015 годы. И на реализацию только в последнем году, в 2015-м, у нас в бюджете заложено 2,5 миллиарда рублей инвестиций. И в конце года мы представим на Совет директоров четвертую программу по счету – программу развития «Метафракса». С 2010-го по 2014-й год активы «Метафракса» выросли вдвое – до 31 миллиарда рублей. А в 2015-м году по итогам первого квартала только месячный выпуск продукции приносит полтора миллиарда. Станислав Уланов, Татьяна Александрова, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Говорят, движение – жизнь. А я бы сказала, жизнь – это работа. Потому что денежки-то ведь от сырости не заводятся. Они заводятся исключительно в трудовом процессе. Если ты хочешь работать, ты обязательно сможешь. Сила духа, сила воли, любовь к жизни творят чудеса. Обычные такие, знаете ли, рядовые чудеса. У певца и музыканта Дмитрия Ягонина скоро выступление. Он специально приехал на репетицию из Чайковского в Пермский дом народного творчества, в котором и должен состояться концерт. Заметим, что наш дом народного творчества – одно из тех мест, о которых не стыдно сказать. Здесь действительно доступная среда. Недаром именно тут занимается знаменитый на весь мир ансамбль колясочников «Гротеск», на счету у которого выступление на Паралимпиаде в Сочи. Сам Дмитрий поет столько, сколько себя помнит. Песня выручила и тогда, когда с ним случилось страшное. Это страшное началось совсем обыденно. Когда-то давно, кажется, уже в другой жизни. Ему было тогда 19, он выходил из дома, была зима, оттепель, он подскользнулся и упал. Но с кем не бывает. Через две недели заболела спина. В итоге больница и отказавшие ноги. Было тяжелое состояние в больнице. Немножко потихоньку, когда начала отходить температура и все прочее, как-то более в силу начал приходить. Песня выручила. Как-то поддерживала меня, поднимала, что не падал духом. Ну, такие тоже в больнице я пел в основном революционные всякие песни. Хитом была песня о счерсе. Вот таким революционным способом ему, можно сказать, удалось пережить осознание того, что теперь передвигаться придется на коляске. Жалеть себя было некогда. Надо было зарабатывать, чтобы не висеть у родителей на шее. Писал курсовые и дипломные. Потом от государства вышла субсидия на открытие небольшого дела. Надо было только решиться на какое. Он купил пару микрофонов и колонки, занялся свадьбами, юбилеями и стал диджействовать. На одном из спортивных фестивалей для людей с ограниченными возможностями познакомился со своей будущей женой. Студентка педагогического университета проходила там практику инструктором ЛФК. Я, конечно, человек осторожен. Как-то сначала не очень верил в то, что все получится и все будет хорошо, но постепенно, постепенно как-то эта осторожность прошла. И думаю, рискнуть надо. Так однажды доверивший жизни Дмитрий обрел близкого человека. Вместе они с 2007 года. Его музыкальная карьера тоже продвинулась вперед. Он участник многих всероссийских и международных музыкальных фестивалей. Так Ягонин получил гран-при на международном фестивале «Лучшие из лучших» и гран-при на всероссийском фестивале «За Россию и свободу». Причем наш герой принципиально выбирает обычные фестивали, а не для людей с ограниченными возможностями, чтобы не было никаких скидок. Во-первых, прежде всего, это вызов самому себе. А во-вторых, фестивали – это прекрасная возможность путешествовать по миру и стране. Ведь ничто так не окривляет, как красота новых открытий. Сам же он так рассуждает о том, как не потерять веру в смысл существования, как не озлобиться и не пасть духом. Цель нужна, должна быть хотя бы, не знаю, хоть какая-нибудь. Потому что добился – много уставить. Смысл должен быть. Зачем доживешь? Хотя бы, ну, не знаю, на день выйти на улицу, улыбнуться кому-нибудь, чтобы тебе на ответ улыбнулось. Но самое главное – это, конечно, путь, который он обрел. Своё творчество он дарит людям. И это чувство, когда ты востребован и любим, наверное, самое важное, за что мы так ценим жизнь. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Верта». Слово «инфляция» знакомо всем. Может, и не каждый точно знает, что это за процесс такой, но слышим и видим мы его часто, это точно. В каждой первой буквально газете. А Минфин разнообразит наш с вами лексикон новыми терминами. Летом ожидается, внимание, дефляция. Цены могут снизиться. Не думаю, правда, что сильно, но всё же. Дмитрий Кутявин тоже читал «Пермскую прессу». Вот о чём там сегодня. Партнёр проекта – группа компаний «Строительный центр Пермь». Непозволительное удовольствие. Риэлторы отмечают отсутствие спроса на недвижимость за городом. Читаем в новом компаньоне. Спрос на загородную недвижимость не показал традиционного сезонного роста и упал на 50-60%. Продажа всех коттеджей стоит, говорят специалисты. Отсутствие динамики связано с экономическим кризисом. При том, что цены не только не растут, а даже снижаются. Но и это не стимулирует граждан к покупке. По мнению экспертов, спрос бы мог сохраниться в случае предложения объектов, которые находятся на берегу реки, рядом с лесом, имеют проработанную концепцию, находятся в организованном посёлке. Но такие предложения относятся к категории эксклюзивных и нечасто встречаются на рынке. Пишет автор статьи Оксана Клиницкая. Продолжение следует... В этом году скрытый дефицит составит уже 2 миллиарда, а к 2017 году увеличится почти до 3 миллиардов рублей. Необходимо срочно искать средства, считают народные избранники, указывая конкретные источники покрытия дефицита в этой важной социальной отрасли, пишет газета «Звезда». Цены на зарубежные туры из Перми с начала года снизились на 12 с лишним процентов, сообщает бизнес-класс. По данным Пермстата, стоимость услуг в сфере зарубежного туризма за первые 4 месяца этого года уменьшилась на 12 с лишним процентов. Только за апрель цены путёвок за рубеж снизились на 6 процентов. Серьёзнее всего подешевели экскурсионные поездки в Финляндию почти на 10 процентов. Наименьшее снижение показали туры в Турцию на 3 процента. Как напоминает автор материала, резкий рост цен на туры в зарубежные страны произошёл в декабре и напрямую был связан с ростом иностранной валюты доллара и евро. Тогда, в связи с текущей экономической ситуацией, серьёзный спад случился на рынке туроператоров. По оценкам некоторых из них, спрос на туристические услуги в Перми упал примерно в два раза. Амкар получил лицензию на предстоящий спортивный сезон, сообщает коммерсант. Апелляционный комитет Российского футбольного союза постановил выдать Пермскому клубу лицензию на предстоящий спортивный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Амкара. Выдача лицензии означает, что футбольный клуб Амкар полностью соответствует всем критериям, предъявляемым Российским футбольным союзом, клубом Российской футбольной премьер-лиги. Как напоминает корреспондент издания, ранее комиссия по лицензированию РФС отказала Амкару в выдаче лицензии. После устранения замечаний Пермский клуб подал апелляцию и успешно прошёл процедуру лицензирования на новый спортивный сезон. Лично я ипотеку считаю вредным изобретением. Она была бы безусловно полезной, если бы проценты были человеческими, а то ведь уже к космосу ближе, честное слово. Но я думаю, скоро банки поймут, что их мало о нас много и пойдут таки нам навстречу. А пока нам с вами ничего не остаётся, как Надя Емельянова расскажет, какие ещё у нас с вами у миллионеров есть возможности. Партнёр рубрики «Правила денег» Компания «Телетрейд» Эксперт на финансовом рынке Добрый день! Среди иностранцев, владеющих недвижимостью в Алании, турецкой провинции Анталии, большинство – россияне. Об этом местным СМИ рассказал губернатор округа. Нашим согражданам принадлежит 5712 квартир. Ненамного от россиян отстали жители ещё одной северной страны. Граждане Норвегии владеют 5000-616 квартирами. На третьем месте немцы – 4337 квартир. Всего в Алании иностранным гражданам принадлежит свыше 34 тысяч объектов недвижимости. Турция входит в пятёрку стран, где жители России покупают жильё чаще всего. По данным ресурса «Трания.ру», наши соотечественники выбирают квартиры и дома в Болгарии, Германии, Черногории, Греции, на Кипре и в Испании. В Болгарии российских покупателей среди иностранных владельцев недвижимости больше всего – около 80%. Напомню, в Турции нет определённого финансового порога для получения вида на жительство. Чтобы получить его, достаточно просто купить жильё в этой стране. Это были правила денег. Жильё на море ещё чем хорошо. Для здоровья воздух свежий крайне полезен. Особенно для детского. А что ещё ему, чаду вашему, на благо – об этом в рубрике «Здоровые дети». Всё как обычно. Партнёр рубрики «Курортное объединение Коммет. Куда поехать всей семьёй на отдых?» Вот ответ. Самый лучший вариант найдёт для вас Коммет. Современные родители часто сокрушаются о том, что ребёнок, оставленный на лето в городе и предоставленный сам себе, целый день проводят за монитором компьютера. В то время как спортивные площадки пустуют. Так ли это и как изменить ситуацию, будем разбираться сегодня в программе. Лето в самом разгаре, а значит, каникулы продолжаются. И если во времена нашего детства большую часть дня мы проводили во дворе, играя в прятки или казаки-разбойники, то сейчас всё несколько иначе. Зачастую родители считают, что лучше, когда ребёнок находится дома. Пусть даже он торчит целый день за компьютером, зато, по выражению многих мам, не шляется по улице. Но без физической активности ребёнок не будет здоровым, особенно учитывая школьную нагрузку на ещё не сформировавшийся детский организм. Особенно, если речь идёт о будущем первокласснике. Очень важный фактор – это формирование мышечного корсета, своего мышечного корсета. То есть ребёнок, конечно, должен заниматься физкультурой и в дошкольном возрасте, и в школьном возрасте. Современные дети очень много проводят времени сидя. Сейчас идут различные школы воскресные, то есть дети учатся, начинают учиться уже с 5 лет. Поэтому родители должны помнить, что ребёнка нужно не только развивать умственно, но и физически. То есть формировать у ребёнка мышечный корсет, чтобы он был готов к школе, чтобы в школу ребёнок пришёл подготовленный не только умственно, но и физически. Но, к счастью, детские площадки не опустили. На ближайшем школьном стадионе мы обнаружили группу ребятишек, самозабвенно гоняющих мяч. По словам мальчишек, они приходят на стадион с самого утра и играют в футбол целый день. И им это явно нравится больше, чем компьютерные игры. На улице свежий воздух, больше друзей, с которыми можно поиграть. И удобнее управлять не фигурками на компьютерной игре, а играть самому в реальный футбол. Определённый интерес к игре подогревают крупные спортивные события. После них школьники активнее стараются заниматься спортом, чтобы стать похожими на своих кумиров. Сейчас пришёл чемпионат мира, и мы играем гораздо чаще и больше. Потому что хотим быть похожими, как на игроки, например, серфера Мэро, вратарь сборной Аргентины. У тебя вообще вратарь больше? Да. А почему? У них задача ответственнее, чем у других футболистов. Для любого ребёнка очень важен личный пример. Если вы хотите, чтобы он занимался спортом, не сидите на диване сами, а придя с работы, сходите с ним на спортивную площадку, попинайте мячик или поиграйте в бадминтон. Ну, а у меня на сегодня всё. Встретимся через неделю. Энергетики завершили отопительный сезон и приступили к летним работам. Кто-то подумает, ну всё, горячая пора завершилась. Не тут-то было. Пермские ТЭЦ устраивают экскурсии для студентов и школьников и всячески стремятся к реализации намеченной цели. Горячее водоснабжение нового поколения. Горячее водоснабжение 2.0. Масштабные цели и задачи под силу лишь сильным духом и телом. Будь готов, всегда готов. Любой менеджер по персоналу вам скажет, спортивное мероприятие – одна из главных составляющих формирования корпоративной культуры. Ещё лучше, если это становится традицией. Более 350 сотрудников Волжской ТГК приняли участие в традиционном спортивном празднике компании – в спорткомплексе имени Сухарева. Борьба развернулась нешуточная. Футбол, баскетбол, волейбол, плавание, шахматы, гири и настольный теннис. Золото баскетбольного турнира «Спартакиада» завоевала команда под руководством директора филиала Сергея Богуславского. Мы в этом году хорошо отыграли. Полуфиналы и финалы получили зрелищными. Поэтому я надеюсь, всем понравилось. Но то, что мы победили, это для них приятно. Общекомандные итоги «Спартакиада» таковы. Бронзы у команды исполнительного аппарата филиала. Серебро завоевали представители компании КЭС, электростройкомплекс «Сервис». А золото досталось пермской сетевой компании. Такие мероприятия позволяют после окончания отопительного сезона собраться, встряхнуться, зарядиться новой энергией, новыми эмоциями, которые позволят дальше работать на протяжении года. Конечно, такие мероприятия необходимы. И меня радует, что все большее количество участников в них у нас принимают участие. Не спортом единым. В холдинге действуют программы обучения и развития потенциала сотрудников. А кроме организации «Спартакиад» и соревнований профессионального мастерства, компания уже многие годы поддерживает КЭС «Баскет» – крупнейший школьный спортивный турнир в России. Наталья Попова, телекомпания «Ветта». Вот смотрю я на спортсменов, и они меня, знаете, вдохновляют. Кажется, и я так могу. Быстрее, выше, сильнее. Где проверить свои силы, да еще и ребенка к спорту приобщить, знает Роман Попов. Среднестатистическая детская площадка в усредненном дворе обычно всегда выглядит одинаково. На ней есть песочница, качели. Хорошо, если есть теннисный стол. Отлично, если вы увидите там рукоходы, турники и прочие лазалки. Этого вполне хватит для того, чтобы ребенок провел на площадке час, два, три. Но этого недостаточно, если вы хотите, чтобы он проводил здесь целое лето, приходил каждый день. Сегодня мы идем на другую детскую площадку. Смотрите в свободное время и все узнаете. Огороженная территория, специальное покрытие, профессиональные инструкторы, качественный инвентарь. В моем детстве о таких дворах можно было лишь мечтать. Сегодня же в Перми успешно функционирует, если верить официальному сайту городадминистрации, 8 летних площадок и 4 зимних коробки. Найти подходящую можно в каждом районе. Мы, кроме того, отчасти участвуем в формировании все-таки нового облика горожанина нашего. И заботимся о том, чтобы все-таки люди у нас, которые посещают наши площадки, они были чуть более спортивными, чуть более активными. Ну и я надеюсь, что у нас это потихоньку, но уже начинает получаться. Футбол, волейбол, баскетбол, тренажеры, места для зрителей, возможностей для активного времяпрепровождения у посетителей таких площадок немало. И, как говорят инструкторы, поток желающих не иссякает с утра до вечера. За водилами выступают ребята помладше. То есть самые активные они, они только проснулись, мама, папа, все, быстро позавтракали и бегут сюда. То есть, как говорится, целый день проводят на площадке с перерывами на обед. При этом, что немаловажно, ребята находятся под присмотром профессиональных инструкторов. Родители могут быть спокойны. Малышня не просто развлекается, но и получает первичные спортивные навыки. В разных площадках разные у нас специалисты. По волейболу, по баскетболу, по футболу, по общей физической подготовке там. Занимаются очень много. Ну, возрастные группы у нас не ограничены. Имеется в виду, это от 5 лет до 70 и более плюс. Юные посетители дворовых площадок отмечают. Достаточно прийти один раз на такой комплекс, чтобы затянуло надолго. Выбрать вид спорта по душе довольно просто. Достаточно лишь перепробовать все возможное. Я каждый день сюда прихожу. Мне здесь очень нравится. Я играю в футбол, в баскетбол. Прихожу каждый день, занимаюсь футболом. После школы в среднем полтора часа. Ну, можно играть в пионербол, баскетбол, волейбол. Я хотела повеселиться, поиграть. Мне стало интересно, я начала ходить в футбол. Посетители спортивных дворовых площадок нового образца прекрасно помнят, как ранее выглядели дворы, на которых теперь не протолкнуться от юных спортсменов. Здесь до этого был просто пастырь. Ну, то есть была определенная бетонированная площадка. Еще в советские времена очень старая. В прошлом году все это восстановили. Сделали новое покрытие. Сделали нормальный фок. Ну, а юное поколение дворовых спортсменов о внешнем виде классического городского двора теперь предпочитает не вспоминать. У них есть, где провести свободное время летом с пользой. Мы любим спорт! Скажи мне, какая у тебя любимая книга, и я скажу, кто ты. Но справедливо ведь. Книга – штука очень личная. Я бы даже сказала, интимная. С ней мы почти всегда наедине. Вот Барак Обама, американский президент, больше всего проникся, как сам говорит, книгами про хоббитов. А если вы еще не определились со своими предпочтениями, то книжная полка рекомендует. Возможно, сегодня вы заново узнаете, какая у вас любимая книга. Партнер показа – Вега Флауэрс Галери. Подарите своим любимым ощущение тепла, заботы и уюта вместе с игрушкой-грелкой. Здравствуйте! С вами захватывающие книги, и я, Светлана Федотова. Сегодня в нашей повестке дня – детективы. Новый роман Татьяны Устиновой «Чудны дела твои, господи» вышел совсем недавно. Это 38-я книга автора. 38-я! А читать все равно интересно. Действие происходит в провинциальном музее, куда назначили нового директора. Дальше, естественно, убийство, расследование, любовная линия. А когда дело доходит до развязки, понимаешь, что действие этого романа на самом деле происходит в параллельной России. То есть это не детектив, а фэнтези. Потому что если в благородных ФСБшников я, может быть, и поверю, но в существовании при страховых компаниях, специальных отделов, агенты которых, переодевшись монашками, месяцами расследуют кражи в провинциальных музеях – нет. Это фантастика. К тому же, ненаучная. Но как анестезия от окружающей действительности, книга хорошая. Я таки рекомендую для дальних перелетов. Пока читаешь, окружающее перестает существовать. Но дочитал и тот же забыл содержание. Новый детектив Бориса Акунина «Планета вода» из той же серии. Это тоже разновидность анестезии. И действие также происходит в параллельной России только начала века. «Воскресший эраст Фондорин, как капитан Немо, рассекает по океану, борется с мировым злом и параллельно изрекает всякие сентенции вроде «У любого настоящего мудреца всегда можно отыскать изречение взаимоисключающего свойства». Стоит ли покупать эту книгу? Да. Она не хуже, но, если честно, и не лучше других детективов Бориса Акунина. Лихо закрученная интрига, отличные диалоги и тонкий юмор – все это присутствует. Но это было ожидаемо. А мы, читатели, хотим неожиданностей, резких поворотов и свежих идей. В книге Николая Свечина «Убийство церемони мистера» резких поворотов полно. Это новая книга о приключениях сыщика Алексея Лыкова. Всего их уже 12. Главный герой немного похож на Эра Стофандорина. Действие происходит в дореволюционной России, но это, скорее, исторический роман, который маскируется под детектив. Критики зря ставят Николая Свечина на одну полку с Борисом Акуниным. Его книги ближе к Валентину Пикелю. И да, Николай Свечин – нижегородский краевед. Поэтому привязка к местности в его детективах чуть ли не основная задача. Эх, нам бы таких краеведов. А в следующий раз у нас книга «Захватывающая как детектив». Воспоминания пермского профессора Людмилы Палатовой «Во времена перемен». А я люблю фильмы-катастрофы и считаю себя счастливой. Ну а что, только счастливый человек может спокойно смотреть на все эти ужасы на экране. Только тот, кому самому сейчас тепло и уютно. Очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний выпуск. Идем в кино. Партнер рубрики «Мебельный салон Татьяна». Татьяна. Качественная мебель на заказ по разумной цене. «Осторожно!» «Не бросайте спичку! Взорвётесь!» «Мистер, бегите!» «Берегитесь! Берегитесь!» «Нога вам ваша страха!» «Здравствуйте, дорогие мои киноманы!» «Если я хочу избавиться от страхов, я снимаю о них кино», — говорил мастер саспенса Альфред Хичкок. «Больше страха! Больше!» Мы с вами идем в кино, чтобы получать эмоции. И страх — это тоже одна из самых сильных эмоций. На этой неделе Голливуд собирается нас пугать фильмом-катастрофой «Разлом Сан-Андрес». «Привет! Всё нормально?» «Я хотел извиниться за своё вчерашнее поведение». «Это ни к чему». «Нет, Эмма. 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 Эмма». «Я тебя вытащу!» «Леги! Скорее! Давай, Лугу!» Главный герой во время грандиозного катаклизма отправляется на поиски дочери. То есть фильм о семейных ценностях. А землетрясение и наводнение всего лишь фон. И это неудивительно, ведь режиссер этой картины Брэд Пейтон, снявший детский фильм «Кошки против собак» и «Подростковый путешествие 2». Я люблю тебя, папа! Нет времени объяснять. Вам надо выбираться. И немедленно. Если не получится, помоги вам Бог. У этого фильма, кстати, ограничение по возрасту всего 12+. То есть, посмотреть на то, как в Америке случился разлом, можно и со своими детьми и подростками. Чем я, пожалуй, займусь? Всего доброго! Чем все закончится? Я обещаю вам, что не расскажу. Кто сказал, что обыватель – это плохо? Я вот тоже обывателем, мне нравится им быть, потому что я считаю, что обыватель – это качественный потребитель быта. А у нас только личное счастье может способствовать общественному. А для счастья нам всем, в сущности, нужно совсем немного хороших выходных. Ну, конечно, еще тепла, воды, чистых подъездов, ухоженных дворов, безопасных дорог. Ну, вы поняли, о чем я. День должен быть добрым. В пятницу в Перми ожидается малооблачная погода. Осадки маловероятны. Ветер западный – 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха – плюс 28, плюс 30 градусов.